И вот сегодня, в 2019 году, когда после хлебного, жатвенного перемирия погибает уже восьмой боец украинский, украинец, цвет нации, на фоне биомассы сраной, вонючей гнидобыдлой, которая якобы себя называет патриотами, чтобы прорваться только к власти, она сейчас только веселится и гуляет, ей насрать, потому что это быдло. Из-за этой быдлы Украина страдала от голодомора, от репрессий и тому подобное. Все мы знаем, что вонючая банда Муравьева, 7 тысяч которой было, и вонючая биомасса Киева, которой было полмиллиона, которая была насрать, что ее потом так ей было насрать на себя, на своих детей, сокровищ, что потом эта банда Муравьева вырезала и засиловала и убила, умершвила, ограбила 10 тысяч мешканцев всего Киева. Короче, вот такая дефиниция, что все хорошо в свое время. То есть, если Ющенко, помаранчевая революция была до такой степени успешной, что можно было и горы сдвинуть, но оказался вот такой Ющ-Чамаршный, продажный и никакой, аж до такой степени никакой, что Путин подумал, да нахера мне усилия тратить. Потому что тогда было тратить усилия, это в несколько раз кровавые усилия, нежели после пару лет правления гниды, урки, лошары, лошары, как он о себе потом говорит, Януковича. То есть, тогда он не рыпался бы, даже Путин, даже и не рыпался, даже и не помышлял рыпаться, даже после вот этого гребаного Кучмовского, продажного тоже тоталитарного, гребаного коррупционного правления, которое также было полуросификационным, полуникаким и тому подобное, распродавческим. Даже тогда Путин не рыпался Чамаршный на Украину нападать, так как он напал после Януковича. Это первое сравнение, что хорошо все вовремя делать, освобождать, наращивать и тому подобное. То есть, а вот теперь второе сравнение с боевиками Моторола, Гиви и Захарченко. Вот сравнение, что насколько они были кровожадные, наглые, циничные, ну настолько дьявольски отвратительные, что этот их нарциссизм, дьявольскость и гонки на Украину, на оскорбления постоянно, ложь, до такой степени все мерзко смотрелось, что это настолько взывало в душах, в сердцах даже среднестатистических таких патриотов в Украине на ответку. То есть, тогда при вот таком издевательстве, убийстве, кровожадности над украинцами, мирными и тем более военными, как добробатами, так и высушниками со стороны Захарченко, Гиви Моторола и других, возбуждало в народе гнев и ненависть, вставая страна огромная на последний Великий Отечественной смертный бой за Украину Нейнку. Тогда был шанс из-за ГИФ, Моторол, из-за Харченок дойти и освободить Донбасс, чтобы не было, чтобы разграничить. Там уже все, Россия, российская территория, тут Украина. Хоть там эти сраные ОБСЕ, шманпансье, всякие комиссии сраные, такие как Венецианская, которая дозволила Януковичу поменять власть и тому подобное, чаморошная, продажная, социалистическая, европейская, ЛГБТшная, вонючая. На все это было бы наплевать, если бы тогда ломанулись и освободили такие ныньку. Но вот такой Порошен, Рошен, Порошен довел страну, что теперь, в 19-м году, бойцы на фронте, на передовую, исчезают, как в Бермудском треугольнике, как в бездну, как в пропасть они ушли, а народу похрен. Ну да, лайки, скорбим, веночки, то-се и все. То есть теперь бойцы растворяются, исчезают. Тогда хоть шум был медийный из-за цинизма этих боевиков, главарей, урятины, уркогатины, а сейчас вообще молчание. Вот до какой степени дожились. Вот за такую степень и Бог, и Сатана, естественно, ну все карали Украину в свое время. Так что все еще не за горами. Вот этот цинизм, вот эта чмошность народная, она в глазах Всевышнего Бога должна указать украинцам, те, которые называют якобы себя патриотами. Но на самом деле они чмыри, которые голосуют за воров, чмырей. И так все продолжается, и они сами себя оплевывают тем, что называют гниль, продажность, забрехивает эту хрень, называют чуть ли не патриотизмом. Вот кто-то ж опять-таки за такую срань, которая была в 18-м году под Крутами, когда украинцы не вышли защищать свою ныньку, потом поплатились жестоко, то кто теперь и когда теперь придет вот такая поплата-расплата. О, в таком чмородном все хихиканье, счастье и похрен за то, что гибнут бойцы напередки. Они как бы не гибнут, да, для народа вот этого чамарашного, они как растворяются в бездну, пропадают. Вот так в бездне пропал и народ украинский в 33-м, 32-м году. Миллионными репрессиями тоже он куда-то пропал, в бездну растворился, в гулагах. Никто ж не знает, сколько конкретно их было. Так только догадками. Я ж там не прикалываюсь, я просто называю факты исторические, что идет сначала, а потом идет последствия после этого. Вот, круто, продажность Киева, голодомор, репрессии сталинские, миллионы-миллионы погибших, вместо того, чтобы быть линией Маннергейма. То есть опять повторяющаяся хрень и срань. В развитых странах Европы есть свое ядерное оружие. И на те страны никакая путиновская хрень, срань не нападает. А на Украину напало, и всем похрен. Это значит, что самим нужно создавать хоть какое-то тактическое, ответное ядерное вооружение. А тут хлебное перемирие. Короче, сравнение, исторические примеры тут настолько тривиальны, просты, настолько в своей простоте просто примитивны, что вот хотели рабочие завода «Арсенал» в 18-м году, 1900, отделиться, хотели быть большевиками. Ну, какие проблемы, демократия на дворе, как по Библии. Приехал взвод автоматчиков от Симона Петлюры, загрузили их всех нафиг в каталажки, какие-то бронепоезда, и вывезли их туда, в Санкт-Петербург, там, где коммунизм возрождался, через Ленина, потому что своих марксистов, там только декабристы были и тому подобное. Вот вывезли, и пускай там строят коммунизм, что как хотят, потому что помогали немцы в 18-м году, а потом посмотрели, что там Тельман поднимает у них восстание. Вот взяли, драпанули Украину, все оставили, когда у них там начался коммунизм. Они все побросали колонии, там, не колонии, и драпанули к себе на ныньку, на Deutschland, Germany, на München, звельна-то его, освобождать. Вот и освободили. То есть, и пример такой, что все нужно делать вовремя, потому что, ну, как хотели, они там бастовали. Ну, кто хотел, вызывается, все, я хочу Россию тут иметь, где тут, в Украине. Ну, так нельзя, так в целом мире не заведено. Это вам вообще бред какой-то там наклевали. То есть, люди тогда не понимали, что их обманывают, разводилово их, Путин разводит. Они тогда не понимали. Ну, им нужно было объяснить. Вот вы хотите, нах, Русия, нах, Раша, ну, пожалуйста, вагон, чемодан и всю отправку. А уже тогда сил не было. Потому что Ющ в свое время сдал ныньку Украину Януковичу, который ее тотально добил. В армейском смысле слова. Там правоохранительные, силовые структуры, воплоты превратились. Ну, потому что, короче, силовики стали вообще, как овощи под бандюками. Вот до чего дожились. То есть, и теперь даже смотреть на это, как бойцы, как от неведомой силы, черной, темной, которая затягивает их в какой-то туннель. Какие-то снайперы, пух, бах, все, нема бойцов. Кто это сделал? Это какие-то РГД, там, это, диверсионные группы, да. Какие, шо, где. Это шо, как гражданская война получается, да. То есть, Порошенко, вор, подтвердил пропагандон Путина с гражданской войной. Потому что это же у вас, все, он отрешается от всего. Это же у вас там происходит. Вместо того, чтобы взять, освободить, и тогда уже Россия нападает. С российской территории, исконной. А так, получается, на своей земле у вас там что-то творится. Да, понятно, что российские войска, Путин нападает, все. Но и для Европы, и для ватников, это как будто, вот как тут творится. Это то же самое, что Фельдман дает бабки украинцам, подкупает их, бандюков всяких. И они идут войной на барабашовцев, на простых предпринимателей, которые дают городу маленький в объеме нал, наличку. Потому что она уходит, оседает на кармане Фельдманов и других воров. Вместо миллиардов дают городу какие-то миллиончики. То есть, ну и на том спасибо. То есть, получается, украинцы как рабы, как в каком-то этом концлагере, как в какой-то оттаре стыдно. Вот летом фрайкор доказал, что украинцы это слава, честь и гордость нации. Так же, как нацкорпус доказывал это в прошлые года. Когда в Безлюдовке перекрыли бандюки, ну лохотронщики, дорогу, полтюг, въезд и все. То есть, до какой низости нужно докатиться было, допустить эту всю ситуацию, чтобы идет война. А они вот так нагло наживаются на всех. Ну потом там могут и демобилизированные поехать туда. То есть, человек воевал, воевал, проезжает, а там какой-то чмол, лох, перекрыл ему дорогу и говорит, полтюг, за въезд в Безлюдовку. То есть, ну, опустить до такой степени, обчеморить ныньку. То есть, фрайкор просто молодцы. Они хоть этим, хоть как-то, потому что в полиции же никакая. А у нас, ну, видео все это доказывают. Приехала, уехала, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Вот так в державе нашей и происходит. Гибнут бойцы, исчезают. Как от какого-то ДРГД. И никому практически нет до этого дела. Когда освобождение произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok